всем привет хорошего дня опять мы находимся на нашей кухне и я сегодня хочу вам предложить сделать со мной пешпармак может это кто-то делает мы делаем в казахстане часто делали ну и делаем в германии тоже и вот я хочу со своим рецептом поделиться как делаю я ну и начнем пешпармаку нам понадобится мясо обязательно мясо вообще берут ну как я еще помню в казахстане делали или баранину брали или конину но мы это к сожалению мясо не едим можете готовить например с говядины я даже знаю люди готовят с гуся и говорят очень вкусно получается ну берите мясо то которое вы любите и конечно желательно если у вас там пару косточек еще есть потом мы берем бульон обязательно добавляем смотрите у меня здесь лавровый лист потом вот такой хрен одна морковка лук порей потом сельдерей кусочек одна луковица и черный перец горошком и немножко мы подсолим ночью приступаем варить мясо я буду мультиварки скороварки у меня есть такая посуда в ней очень быстро все варится и вообще очень хорошая штука но если у вас такой посуды нету тогда варите в кастрюле но для этого понадобится часа три чтоб мясо сварить ну а в моей этой кастрюле за час я все приготовлю вот мы сейчас займемся мясом и займемся овощами и все я вам покажу сейчас мы берем вот эту кастрюлю мясо у меня все уже промытое смотрите положила я косточки у меня вот такие вот косточки мяско очень хорошее такое с прожилками режем на большие куски ну как вам нравится можете даже говядину взять из с птицей вместе сделать ну я из мяса имею ввиду берем вот такие куски мясо режем ребят все нарезали мы мясо мясо должно быть много теперь я беру каждый овощ разрезаю пополам и так разрезала я каждый овощ пополам и смотрите что я делаю у меня беру сухую сковороду сухую без масла без всего я ее ставлю на плиту чтобы она хорошо нагрелась итак ребят поставила я вас немножко ближе потому что мне в комментариях как-то написали что хотят чтоб я немножко ближе иногда показывала что я готовлю вот я поставила греть нашу сковороду она у меня уже практически нагрелась теперь я беру наши овощи и ложу на сухую сковороду ребят это очень вкусный получится бульон мы обжариваем вот с этим срезом ложим вниз и обжариваем овощи вот у меня лаврушка и перчик еще остался сейчас все покажу смотрите какая красота у меня получается в сковороде надеюсь видно вам и вот мы хорошо это обжариваем и так берем мы две вилочки и проверяем пусть они у меня еще чуть-чуть пожарятся я вам обязательно все покажу мясо я вот положила как я вам и говорила в кастрюлю заливаю я это все водой залила я графином воды посолила по вкусу потом берем мы вот две лаврушки и черный перец теперь мы проверим наши овощи пусть еще немножко поджарятся итак ребята обжарила я на сухой сковороде лучок морковку порей ну и все овощи добавляем мы сюда и бульон итак добавили мы в бульон смотрите сейчас я покажу что у меня получилось вот такая красота смотрите перчик плавает отправляем мы в кастрюлю все закрыли крышкой и ставлю я ровно на час через час мы обязательно вытащим мясо мы обязательно мясо разделаем бульон бульон процедим ну и все я вам покажу ну а пока мясо у нас будет этот час готовится мы займемся тестом ребят для теста мне понадобится 3 яйца немножко воды смотрите на ваше усмотрение можно вообще без без воды можно просто на яйца потом немножко соли обязательно и подсолнечное масло ну и мука конечно ну и начинаем 3 яйца хорошо мы размешиваем добавляем немножко соли где-то чайную ложечку добавляем где-то две столовые ложки подсолнечного масла ну и немножко водички добавляем также муку итак ребят пока я замесила тесто тесто очень хорошая получилось пока у нас мясо готовится будет мы раскатаем наши пласты и положим вот я положила чистое полотенчика и положим на полотенчика пусть они подсушиваются они должны подсушиться и так беру я тесто разделяю ну на кусочки так чтобы мне удобно было раскатать пласт ну вот я на 4 кусочка разделила делаю вот такие лепешечки тесто тугое получается потому что она практически на одних яйцах ну все знают домашняя лапша самая вкусная вот такие лепешечки делаем и начинаем раскатывать лепешечку мы начинаем раскатывать всегда от серединки и края тесто катается очень туго потому что так как я сказала она очень тугое получается терпение еще раз терпение катаем его чем можно тем тоньше чтоб она чем тоньше она тем лучше будет все раскатали мы платье берем его режем кто хочет рвет кто хочет режет кто хочет делает вообще на две половинки и прям большими пластами отваривает в бульоне мы тесто будем отваривать в бульоне а потом просто разрывают прямо на блюде ну я это так не делаю нам нравится чтоб были кусочки примерно одинаковые и вот так я бросаю и все ничего с ними не будет прям на полотенчика чисто смотрите вот такие вот разные кусочки и вот так бросаем они у меня тут подсушатся и так продолжаем и делаем с каждым кусочком теста раскатываем пласт растягиваем его хорошо чем тоньше тем лучше разрезаем на кусочки такие-то которые вам нравятся треугольники квадратики это не важно совсем и раскидываем чтоб важно в этом деле чтоб тесто подсохла немножко вот это важно ну и продолжаем потом я покажу что у меня получилось ну и вот ребят у меня последний кусочек последняя лепешечка мы ее также раскатываем от середины края другие я уже все нарезала раскатала растянула моя семья мои мужички будет очень довольны это блюдо любят у нас все и так же берем этот кусок теста и начинаем растягивать ребят позвонил наш сынок сказал что приедет в гости так мама давай давай быстрее чего-нибудь готовить вкусненькое что наш сынок приедет ждем ждем с нетерпением надо что-то приготовить вкусненькое ну и вот так растягивайте потихоньку не бойтесь если даже где-то она чуть-чуть порвалась ничего страшного самое главное очень тоненько растянуть раскатать я знаю что бешпармак готовят в казахстане в узбекистане многие знают это блюдо да очень сытная очень вкусно ребят потом помню баурсаки мы тоже делали очень тоже такие лепешечки в жиру они жарятся лепешечки но тоже тесто делает кто делает на дрожжах кто делает простое тесто и вот я разговаривала с одной женщиной и теперь если я не ошибаюсь она по-моему с узбекистана и я ей сказала про бешпармак про баурсаки да немножко конечно мы говорим не так делаем произношение не так но ну в принципе это так и называется она да да знают такие блюда ну вот так что мы готовим это до сих пор это блюдо приветствуется в нашей семье что бешпармак что баурсаки так что эти блюда мы не забываем и иногда готовим так что мои мужички обрадуются и так сейчас я приберусь здесь будем ждать мясо потом я вам все покажу мы вместе вытащим это мясо вместе разделаем но и поэтапно я вам все покажу что я буду дальше делать и так ребят теперь мы продолжаем делать наш бешпармак мясо у меня уже приготовилась лапша у меня подсохла сейчас я вас переношу поближе и буду вам все показывать поэтапно поехали и так все открываем мы нашу кастрюлю смотрим что у нас получилось смотрите ребята вот такой бульон у нас получился смотрите сейчас мы все мясо вытащим все овощи тоже и процедим бульон и все поэтапно я буду показывать и итак берем мы в атакую посудину и вытаскиваем наше всю мясо мясо все разварилась ребят ой как вкусно пахнет итак сейчас мы берем нашу кастрюльку берем полотенчика она очень горячая поднимаем кастрюльку и процеживаем наш бульон ставим ее назад и убираем она мне понадобится нам понадобится только бульон но ребят прежде чем наше мясо остынет мы займемся лучком вот я почистила два лука теперь его нам надо нарезать полукольцами хотите мелко режьте хотите крупно я буду резать крупно итак нарезали мы наш лучок теперь мы его перекладываем в кастрюльку переложим в кастрюльку вот такой лучок у нас получился видите теперь что самое главное мы делаем теперь ребят мы ставим наш лучок на плиту и вот наш бульон который мы процедили смотрите вот такой у нас хорошенький получился мы берем снимаем верхний слой где побольше жирка и заливаем в лучок а в остальном мы будем в остальной сурпе мы будем отваривать наши лепешечки вот так вот залили хорошо лучок вот эту сурпу можно даже если кто-то хочет пить отдельно в кружечку налить немножко перчика и все и можно пировать вот у нас лучок стоит отдельно мы его потом вскипятим хорошо пропарим и мы это нальем наверх сейчас буду все поэтапно показывать сейчас мы включаем нашу кастрюлю пусть она нагревается и будем отваривать лепешечки вот ребят взяла я себе тарелочку и будем мы разделывать мясо берем просто на кусочки смотрите как она хорошо проварилась она аж разваливается все смотрите я его даже вилочкой взять не могу вот что дает эта кастрюлька она меня так иной раз выручает когда если что-то быстро надо приготовить такая хорошая кастрюлька сейчас я вам ближе покажу смотрите как мяско разварилась смотрите вилочкой даже подцепляю и она вон смотрите все разваривается здесь мы поставили нашу сурпу как я и сказала и здесь мы уже поставили лучок чтобы он у нас протушил все в этой сурпе сейчас я ближе покажу смотрите вот пусть он немножко потушится будем за этим всем следить пока делаем мясо отдельно на тарелочку хорошо прямо так его разодрали смотрите я к нему притрагиваюсь она все сама разваливается запах обалденный ребят обалденный кто еще не делал это блюдо я просто советую сделайте это очень вкусное блюдо она очень сытная ну нам очень нравится не только нам наши родственники делают все итак ребят лучок у нас доходит все теперь мы сурпу нашу подсолим поперчим по вкусу и опускаем наши лепешечки и помешиваем конечно же я наверно весь процесс снимать не буду я вам покажу что получилось теперь ребят я взяла уже лепешечки сварила вот я их вытащила через дуршлаг я их вытащила с сурпы чтобы они стекли ну и немножко я делаю углубление почему-то я делаю всегда так и берем мы мясо прям ручкой берите мясо и вот так раскладывайте между прочим знаете что я слышала не знаю насколько это правда что без шпармак это переводится как пять пальцев потому что его едят руками обалденная красота получается ну вот вот такое у нас сегодня очень сытное очень вкусное блюдо обязательно попробуйте если вы никогда не готовили это очень вкусно запах просто потрясающе все разложили мы наше мясо смотрите что у меня получилось разложили мы наше мясо теперь самая ответственная нотка мы берем этот лучок в кастрюльки который сейчас я вам его ближе покажу смотрите какой он пропассированный какой он стеклянный стал и мы берем вот так вот прям и наверх заливаем все обалденно вкусно мои мужички сейчас просто обрадуются обязательно попробуйте смотрите какое-то блюдо получается ну и все и тут у меня еще осталось кому маловато будет кто захочет больше тот себе добавит сурпы с лучком и можно наверх немножко зелени ну это если вы хотите добавьте или укропчик или кинзу или лучок вот такая красота вот такой ужин у нас сегодня будет царские смотрите какая красота получилась готовьте ребят это очень вкусно ну и на сегодня я буду заканчивать свое видео кому понравился мой рецепт бешпармак ставьте лайки пишите сообщения комментарии я буду очень рада кто-то может делать немножко по-другому поделитесь со своим рецептом я обязательно зайду посмотрю ну и на сегодня я буду с вами прощаться всего самого вам хорошего будьте здоровы и всем пока пока пока